Почти 40 квартир, которые были предназначены для малоимущих семей, детей-сирот, ветеранов и врачей, успешно продали чиновники Новосибирска. Они завышали стоимость муниципального жилья, а разницу уклали себе в карман. Какие сроки получили торговцы чужим жильем, расскажет Елена Овчаренко. Появление полицейских в офисе этой фирмы для ее сотрудников стало неприятной и неожиданностью. Визит сотрудников правоохранительных органов совпал с оформлением очередной сделки купли-продажи недвижимости. Кроме Павла Селякина и Людмилы Епихиной в этой истории фигурирует теперь уже бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрей Гудченко и супруга владельца агентства недвижимости Валерия Селякина. По данным следствия, эти люди поставили на поток продажу муниципального жилья. Торговали квартирами, которые бесплатно положены детям-сиротам, малообеспеченным семьям, ветеранам и врачам. С помощью так называемого административного ресурса аферисты сначала через подставное лицо приобретали такое жилье по заниженной цене. Затем за дело бралась госпожа Селякина. Специалист в оценке недвижимости значительно завышала ее стоимость, а после этого квартиру продавали. Разница шла в карманы мошенников. По версии следствия, преступная четверка торговала квартирами в течение семи лет. За это время успели присвоить в общей сложности более 18 миллионов рублей. Судья признал всех четверых участников группы виновными по статье «Мошенничество». Гудченко получил 8 лет тюрьмы, Селякин — 7. Женщин наказали мягче и назначили условные сроки лишения свободы. Епихиной дали 6 лет, Селякиной — 4. Скажите, пожалуйста, довольны ли приговором? Будете ли обжаловать? Между тем, в Следственном комитете говорят, точку в этой квартирной истории ставить рано. Ранее из данного уголовного дела в отдельное производство были выделены материалы и возбуждено уголовное дело о совершении аналогичных преступлений бывшим начальником управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Светланы Стыниной, а также других лиц. В рамках расследования данного уголовного дела продолжают устанавливаться факты хищения денежных средств муниципального образования город Новосибирск. По данным следствия, Стынина и ее сообщники успели продать почти 40 квартир, причинив ущерб казне около 30 миллионов рублей. Елена Авчаренко, Денис Евстигнеев, Вести, дежурная часть Новосибирска.